На этом мы с вами прощаемся. Передаем слово аналитикам. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, Вичи Гейминг занимает четвертую строчку, четвертое место. К сожалению, для кого, простите? Точно не для Вичи Гейминга. Конечно, с другой стороны, побороться за топ-1, да, момент утерян. Но зато LGD Директор, Директор-то идет за вторым кольцом, семимильными шагами просто. Поздравляем, ребят, из LGD. Вот турнирная сетка. Я помню, как еще несколько дней назад мы только начинали ее заполнять, и вот она уже почти готова. Завтра сначала сыграет LGD Гейминг против ребят из Evil Geniuses. Ну а в гранд-финале их, кого-то из этих двух команд уже ждут CD. Что же мне напоминает эта сетка? Я не могу никак понять, что она мне напоминает. А, в натуре, типа Ньюби, а в лозерах ЕГЭ и Вичи, да? Только у нее без состав поимените был. Да, да, ну да, там интервью, интервью. Сайлар. Сайлар хорош. Виталий, ты же на третьем интерненшале переводил с китайского. Да, я сейчас попробую. Сайлар говорит, ну, мы очень крутые, они нам отдали SF-агерокоптера, и... Стиль команды. Просто то, что говорит капитан, то мы выполняем, играем в своем стиле. То есть, еще раз координацию от XIAW. Отмечают, но Виталий, ты был близок. В смысле, близок. Я почти то же самое сказал. Это капец. Давайте уточним, кто тут был близок еще. Ваня. Ваня. Ну, Сережа. Тихо, тихо, мы же слушаем Сайлара. Повезло немного. Говорит про второе место, к сожалению, вопрос мы правослушали, но говорит про то, что второе место в прошлом году, получили они второе место, а в этом собрались с коллективом и продвигаются довольно успешно. Так у них же не было второе место. И, собственно, про у него лично не было. Вичи Гейминг, Сайлар, в прошлом году, Виталий, второе место. Тем не менее, вопрос по предстоящему матчу, что Сайлар думает про своего противника, Evil Geniuses. Комментатор. Комментаторишка, я бы даже сказал. Боже, какой отстойный. Мы никогда, ну, мы не особо много с ними играли, но мы видели, что стиль игры CDC контрит стиль игры EG, поэтому, возможно, мы пойдем что-то типа того. Мы попробуем такой именно стиль и посмотрим, как пойдет. Поздравляем еще раз с победой. Спасибо за интервью. Блин, это же две команды, вот этих двух команд, один владелец и эти две команды, которые вместе тренируются. И это прямо сейчас у EG вообще как-то не весело. А прикинем, EFenix и EF HotSix. Их в бутербродик такой зажали. Это надо запрещать. В Лиге Чемпионов футбольной запрещено играть двух командам, у которых один владелец. И был скандал два года назад, когда Шалька и Зенит, у них был там Газпром один владелец. Но мы не в Лиге Чемпионов. Это свинство. Договорняки будут. Шучу, конечно. Да нет, никакие договорняков. Мне очень стыдно просто. Я пытался запудрить всем мозг. Мне очень стыдно, что я забыл, что Сайлор был Вичи Гейминг. У меня почему-то очень сильно вылетело. Да, я сейчас страшно. Все нормально, братан, все нормально. Мне очень стыдно. Ты комментатор, ты комментатор. Я прошу прощения у нашей публики. Не проси прощения, все нормально. Тебе так простят. Бог простит. Давайте подведем итоги игры немножечко. Самая малость буквально игры-то. Или не будем даже про нее говорить ничего. Это к ведущему вопросу. Давайте. Я и говорю, давайте подведем итоги дня. Соответственно, подведем итоги игры. Третья карта матча LGD Гейминг против Вичи. Ярослав, пожалуйста. В общем, Вичи действительно были перепикнуты, как многие тут уже отмечали у нас. Один лишь лансер вряд ли может справиться с SF и гирокоптером. Плюс, на самом деле, начало игры было невероятно круто. Отыгранное капитаном команды LGD Ксяо. Он совершил ганг вниз, совершил ганг в мид. Ходил, ромил всю карту, все заромил. И, в принципе, с комфортным таким преимуществом LGD просто засели в медленный фарм. И медленную, вот эту вот уверенную, чемпионскую, на самом деле, игру, которую они просто довели до победы. Потихонечку развея преимущества. Вот мы наблюдаем. Это первые драки за всю игру. Они начали происходить на 39-й минуте. До этого вот этот счет там был типа 15-7, что-то такое. Это просто по чуть-чуть гангли LGD. Ну и вот, собственно, они набрали 20 тысяч преимуществ комфортного. Пошли, да и выиграли три драки. На этом игра закончилась. Ланцер, ну, он не способен победить против таких героев отфармных. Плюс хотелось бы отметить то, что визаж под конец турнира начал въезжать в пике. Винрейт визажа в районе 70% на турнире. А вот в финальной стадии почти 100. Его берут и побеждают. В принципе, в ВГ отдали все, как я и говорил. Перед этим матчем отдали все команде LGD. И это их топовый пик. Они этим играют. Играли весь чемпионат. Что групповую стадию, что плей-офф. Они всех уносили просто под орех. В принципе, как и в этом матче. Андрей, есть что добавить тебе по этому матчу? Да, блестящая игра. Играли две команды. Обе команды сильные. Были ошибки у одной команды. И у другой команды были ошибки. И победил сильнейший. Очень точный анализ. Спасибо, Андрей. Ты, как всегда, лучший. Виталий, подытожь слова. Надо банить тускара. Это я уже к PPD обращаюсь. Надо банить еще много чего. Там в твиттере уже написал, что надо готовиться к следующей встрече с ДЭК. Что-то я не совсем понял этот твит. Ну, если будет продолжаться у PPD происходить в драфте то, что было сегодня против СДЭК. И если он будет отдавать ребятам гирокоптеров, СФов и Лину вместе с тускаром. Ну, это беда. Это, по-моему, совсем-совсем права. Мне кажется, что против LGD стоит, я не знаю, отдавать им Лешаков. Пусть они показывают, умеют ли они играть Лешаков. По-моему, потому что отдавать им вот это. Мэйби умеет, по-моему. Да, Мэйби на всем умеет, по-моему. Но суть в том, что, ну, действительно, вот этими своими пиками, ну, они выиграют любого, по-моему. Мне кажется, что если PPD готовится уже к СДЭК, он с ними не встретится. Это я могу ему гарантировать. Это факт. Могу ему письмо послать прямо сейчас. Поэтому я бы на одном месте думал о том, как LGD обыгрывать. Как же это все-таки некрасиво, на самом деле, вот этот надо готовиться к СДЭК. То есть противников вообще, грубо говоря, не считать за противников. Я не знаю. Это просто-напросто непрофессионально. Неуважение, Андрей. Это неуважительно очень сильно. Это большой дизреспект за это. Ну, у EG на самом деле очень все такие, как это слово-то получше сказать, ну, надменные, что ли, немножко. Они прям, они каждый раз, вот они когда падают в лозера, они прям сразу говорят, увидимся в финале, типа, тем, кто их обыграл. Вот мы все, все остальные не враги. Нам только вы, короче, у нас можете быть. Но только в финале Венеров, в гранд-финале все равно мы вас обыграем. Так думает ППД. Ну, удачи ему. Ладно, завтра посмотрим. Да, давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Начнем с предсказаний по традиции. По итогу сегодняшнего дня абсолютным чемпионом стал у нас Ярослав, который отгадал все три результата. Я чемпион. Все три результата точно. Итого он зарабатывает шесть очков. Сереж Смайл угадал всех трех победителей, но ни одного точного. Результат поэтому ограничивается тремя очками. Андрей пропустил первую игру, не сделал на него предикшн и довольствуется одним очком. Егорка. А мне много и не надо. Егорка, который ушел, получает три очка. Ну и зрители сегодня угадали точно только матч LGD против Вич Гимминг и зарабатывает два очка. И в общем у нас Ярослав вырывается вперед с семнадцатью очками. На втором месте у нас Жотн 15 очков, зрители на третьем 13 очков и Андрей с Сережей по 12 очков. Зрители вырываются уже. Ну вот мы и определили почти. А мы хороши, Андрюх. Сразу скажу, что мы тут с НС посовещались и так как завтра гранд-финал, мы решили, что на гранд-финале мы удваиваем ставки. Если аналитики угадают только победителя, они получат два очка. А если угадают точный результат, то четыре очка. Ставки удваиваются и вот, Андрей, ты можешь вырваться вперед. Теоретически, да. Я могу заработать восемь очков еще по идее. Да, ну а теперь подведем итоги номинации игрового дня. Игрок дня, Ярослав, пожалуйста. Так, неожиданно ты что-то ко мне. Мне надо найти это в записи срочно. А вот, нашел. Лучший игрок. Так все просто, по-моему. Нет, нифига не просто. Все, у нас на самом деле три кандидата. Первый кандидат это Мэйби у нас везде, где играет. Он просто невероятен, по факту. Я опять смотрю на парсер последней игры, 11-1-9, что не играет. А можем мы посмотреть просто так, для наглядности, на вот текущую статистику Мэйби на турнире? Можно посмотреть текущую статистику Мэйби на турнире на Исэфе? Да нет, просто вот смотри. Ты вообще вдумайся, на интернейшнале, вот закончился уже считай интернейшн, остался один день. Иметь вот такую стату, 8,8. Ну это безумие какое-то на самом деле. Короче, он сыграл три последних игры на Исэфе, три последних игры. У него за тридцатку фрагов под сорокет и одна смерть. Одна смерть. 0-1 он сыграл, вот в этой игре он только умер за три последних игр. Ну вон и когда, соответственно, 9,5, 1 и сколько там. 1,3, 9,3. Ну это просто феномен какой-то. Далее у нас попадает Ксяу-8, капитан LGD, за его божественную игру на Клокверке, за его божественную игру на Шейкере, за его, в принципе, игру как капитана, который так и выводит LGD. И у нас в малый финал Лузеров. А, финал Лузеров. Финал Лузеров уже. Это был малый финал, да. То есть Ксяу-8 попадает. Он действительно заслужил, по-моему, за сегодня. Ну и агрессив. Собственно, кэри команда CD, которого мы отмечаем уже не первый день. Ну и пора его вывести, так скажем, в номинанты. Вот и он. Тоже очень крутой парень. У него, конечно, немножко много смертей, может быть, для кэри, но у них такой стиль у этой команды. И, в общем-то, стата тут не главная. Он уже в гранд-финале сидит. Надо обсудить теперь, ребята, Ксяу, Мэйбель и агрессив. Я проголосую за Ксяу-8, так как реально он играл как капитан. Его команда идет через Лузера. Он ведет свою команду в победе. Очень много для этого сделал. Я предлагаю, как в школе, сделать. Есть день учителя, а сегодня будет день директора. День директора должен быть. Я поддерживаю. День директора. Мне нравится. День директора завтра будет, нет? Может быть и завтра, может быть и завтра. А может и не будет завтра. А может и не будет. Поэтому сегодня я, в принципе, не против совершенно. Вот вообще директор заслуживает отдельного уважения, потому что он вроде забил на доту у нас после того интернешнл, вроде ушел в какой-то инактив, но где-то он нашел в себе силы... Стримил свою свадьбу. Где-то он нашел в себе силы научиться играть, точнее не забыть, как играть. Он приехал сюда как один из лучших микроигроков. А на том треншнере он был в этом показателе, как раз-таки уступал многим. И теперь это просто какой-то супер монстр. Он координирует свою команду, и он отлично играет в ней. Как справиться с ним, я не знаю. Это достойно уважения. Я, в принципе, поддерживаю за сегодня. Да, ну Сайлор в интервью сказал, что все просто. Есть капитан, который говорит, что делать, и мы делаем. И вот мы уже в топ-3. Ну да, согласен. Шаоба. Или Сяуэйт. Записывайте, Иван. Я уже записал. Я хорошо... Давай согласны с вами, Иван. Я, конечно, согласен. Конечно, согласен. За драфты у нас еще пока ни один игрок не получал. Лучше... Он не только, он из-за игру свою тоже получил. Лучшая игра у нас... У нас в основном сегодня были односторонние такие игры все-таки, но лучшей игрой... Мы тут уже посвящались немного и признали Evil Geniuses против C-Deck. Первую карту. Первую карту, да. Где все-таки были замесы, перевороты. Если вы не видели, обязательно ищите вот на Dota 2.ruhub в нашем YouTube-канале. Открытие дня. Ну, у нас, честно сказать, не состоялось. Ну, ничего такого не произошло сегодня. Ни неожиданных пиков, ни... Ни неожиданной игры. Мы опять можем сказать C-Deck в гранд-финале, но они у нас и так там уже два раза были открытием. Нет, у нас они не были ни разу открытием. Нет, у нас два раза MVP-финкс были открытием. Слушай, открытие дня — это команда с квалификацией в гранд-финале. Ну, да. Как отдельно уже согласен. Мне кажется, завтра будет. Нет, завтра уже будет гранд-финал и так далее. А тут я согласен. Согласен. Так как у нас номинаций нет, можно туда впихнуть. Все, я перепутал. А то у нас MVP два раза попадали. Они там постоянно кого-то обыгрывали. Да, ну, давайте это будет C-Deck тогда. Открытие одна. Открытие одна. К сожалению. Два номинанта у нас. Два? А кто второй? Ну, первый — 0.11.1. А второй? Ярослав Анец Кузнецов. Ну, второй — это капитан команды ЕГЭ. Ну, для меня это тоже такой... Ну, давайте внес у нас, конечно, немножко сюда Вильталий, немножко смуты. И мы можем это дело обсудить. Ну, мы... Я даже обсуждать не хочу. Мы начинали сегодня с того, что мы подводили итоги вчерашнего дня. Потому что вчера не успели. А, все, все, я согласен. И мы там говорили, что вообще в открытие дна у нас там попал, так, немножко чуть-чуть, так, волной Сайленсер без глобала на шестом. Но мы простили, потому что в Virtus.pro победили Сикрет. На первый раз простили. И мы простили все. Но мы сказали, Илюша, Илюша, смотри, ты уже как бы черная метка, выслана. Но сегодняшняя 0.1.11 на Draw Ranger. 0.11.1. Единственный асид заработал в абсолютном ненужном фраге в конце. 1.1, да. То есть мы простили, но мы сказали, аккуратней. Аккуратней Илюша не был. Ну, немножко копнул дно все-таки, как ни крути, так. Самое мало, с лопаточкой, но там подкопнул что-то. Да, нашел пару ракушек там на дне. Да, и клокверка. Записано. И клокверка вместе. Да, ну и Play of the Day у нас на самом деле пара моментов было красивых. Красивых за день. Мы можем посмотреть, вот один особенно нам понравился. Где Visage. Я думаю, это основной момент, потому что это... Это в той самой ЕГЭ с CD первая игра, где камбэк совершали CD. И вот этот момент. Тут вели, вели очень здорово у нас Evil Geniuses. И пытались провернуть комбу через сон. Он просто ультимейт SF. И, казалось бы, ничего не предвещает беды. Но тут подлетают птички. Садится одна. Садится вторая. Сон отжимается. SF погибает. Ребят, тут не только Visage. Тут Тускар, который всю команду в Snowball взял сразу и избежал ульты Universe. Это, да. Ну и дальше они выигрывают драку. Это те самые супер драки от CD. В этой номинации номинируется какой-то игрок или именно момент? Моменты, моменты. Это вот это, да. Номинируются птицы. Номинируются два фамилиара, которые очень похожи на... В общем, мне кажется, мы второй момент даже смотреть не будем. Там, где Клокверк, ракетка убил герокоптера, это просто красиво. Ну, его комментаторы не показали. Ну, плохо показали, да. Так что вот так вот. Визаж. Командная драка от CD, так скажем. И там птицы в визаже, фамилиары. Этот момент просто игрой выиграл. И все, они снесли две стороны после этого. Я пишу CD и их Teamfight. Ну, да. Так и запишу. Так и запишу. Что ж, итоги подведены, номинации распределены. И, в принципе, мы можем заканчивать этот замечательный день. Завтра нас ждет гранд-финал интернешнала пятого. На секундочку. Пятый интернешнл уже, ребят. Пятый? Пятый. Иван, по-прежнему так молод, Иван. А я все молодею и молодею. Завтра две игры LGD против Evil Geniuses. Финал. Лузеров. А после этого CD против победителя этой пары. Гранд-финал. Всех вас ждем в то же время. В том же месте. Пятый интернешнл. Пятый интернешнл. На сегодня мы с вами прощаемся. Для вас сегодня работали комментаторы, аналитики, ведущие. Ивират. И все, 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 все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok